Значит, вторая наша часть. Вообще говоря, в том, что существуют какие-то трансурановые элементы, какие-то... какое-то антивещество. Меня это выступление, предоставленные факты, меня совершенно не убедили. Не могу объяснить почему. Но, казалось бы, кто я такой, да? Ну, сидишь тут, обычный блогер, а тут два немецких спектроскопа с мощными программами, которые на них сажены. Группа казанской профессуры, которая, в общем говоря, готова доверять данным, которые им предоставлены. Но, тем не менее, я хочу сказать, что у меня сложилась некоторая концепция, которая объясняет все эффекты, которые были заявлены, очень простые, но которая не требует такой экзотики, как появление трансурановых элементов. И она, значит, не требует появления так называемого антивещества. Она состоит в следующем. Она состоит в том, что у нас Тамара Сахно работала с микроорганизмами, с так называемыми экстремофилами, то есть которые живут в совершенно невозможных условиях и приспособлюсь к этому выживать. И кроме самого, она с ними провела определенную работу, связанную с селекцией, что этих условий, способность их выживать, оказалась еще более усилена. Что это значит? Это означает, что они обладают, научились вырабатывать из себя такую органику, это моя гипотеза, такую органику, которая обладает исключительной прочностью и устойчивостью, настолько, что ее даже оргонная, индуктивно связанная плазма не берет. Все, что мы видим, по большому счету, это не трансурановые элементы, а следы этой самой органики. Вот такой мой тезис. И мне представляется, именно поэтому я его постараюсь обосновать. Он кажется достаточно смелым, потому что ионно-индуцированная плазма на основе аргона, казалось бы, должна раздирать все, что угодно. Но как она работает? У нас создается аргон, аргон теряет, как правило, один электрон, хотя бывает и больше. Дальше он в магнитном поле стабилизирован, превращается таким образом в плазму, и все, что в нее дальше попадает, оно тоже раздирается, любая молекула раздирается на атомы, а атопы ионизируются. Дальше программным способом отбираются одно ионизированные атомы, и они фокусируются на основании отношения массы к заряду. Заряд, соответственно, в основном равен единице, а массам какая может быть угодно. Ну, например, для фермии это 259. Отсюда как бы делается вывод, что у нас 259 – это именно масса фермия. Я хочу сказать, что это не масса фермия. Это я хочу сказать, что есть какая-то сложная органика, которая поделена, и которая теперь состоит, скажем, из 100 углерода, 100 атомов водорода, еще чего-то там по мелочам, как там у вас кислорода, значит, 100 атомов. Ее масса в сущности равна 259. Вот она равна 259, и компьютерной программой, то есть этим масс-спектроскопом, она принимается за одно и то же. Я еще раз повторяю, что может делать масс-спектрометр? Он измеряет только массу. Массу по отношению к заряду. Заряд этот один, и масса это тоже самое. Тем не менее, мы можем на этом простых данных догадаться, что у нас измеряется за вещество. Вот, например, ионизация способом электронного удара. Мы берем какую-то более-менее простую органическую молекулу и можем попытаться угадать по ней, сколько там находится атомов водорода. Как мы это делаем? Очень просто. Например, мы берем и смотрим. Например, у нас тут есть какой-то пик большой, да? А поскольку электронный удар, он молекул до конца не разгорает, после этого мы идем в пики от их осколков всевозможных. Вот они идут. Но всегда для органики здесь у нас есть рядом на одну единичку совсем один маленький пик. Чем он определяется? Тем, что углерод он представлен стабильным двумя изотопами, 12-м и 13-м. Вот это пик от 12-го изотопа. Вот этот пик от 13-го изотопа. Он составляет в процентном наше 1,1. Теперь мы меряем их величину относительную. Относительную величину. И видим, что он, например, это 5,5% от этого пика. Оттуда мы делаем какой простой выбор? Что в этой молекуле органической 5 атомов водорода. 5,5 разделить на 1,1. Вот так он работает. И вот так все программы на таком изотопном анализе, не измеряя заряд, так они пытаются работать и находить находить, значит, у нас всевозможного рода вещества и постараться понять, что же у нас здесь вот такое существует. Ион, значит, аргон ионизированный, то есть аргонно-индуктивно связанная плазма, казалось бы, должна разодрать вообще все это. Ну вот я как-то зачитывал в этом маленьком кусочке протоколе с геофака. Они тоже понимают, что это не всегда происходит. А речь идет, я полагаю, о том, что не происходит это и в большом количестве вот этих случаев. Что меня наводит на такую мысль? Ну, первая, значит, ситуация, о чем? Курашов говорит, что в Сейцарии метод он не знает, в инспекторскопах, которые были. Вначале померили, определили элемент массы 800. 800. Потом, а что, какую-то клавишу нажали и сказали, да, у вас там есть венец. Точно 2,9. Так вот это и показывает, что там просочилась какая-то большая органическая молекула. Почему это важно? Потому что такой вопрос по органику Тамаре Владимировне задал. Она говорит, мы все отфильтровываем. Да ничего, значит, получается, раз 800 у вас появился, вы не отфильтровываете такую органику мелкую. Я напомню, что, например, для хеликобактера с пилами, для нее метод спектроскопии является самой главной. Потому что берем, и может большой точностью это очень определить методом электронного удара вот именно ту самую массу у возбудителя заболевания, тому, которому она соответствует. Вот эта штука. То есть это говорит, что у нас там, несмотря ни на что, органика есть. Точно так же на выступлении он говорит, мы видели на спектрометре массы в 300 и 350 атомных единиц. Что топеть не может быть. Знаете почему? Не потому, что это не может быть, не может быть никогда. А по той, значит, простой причине, что это опять следы органики. Это опять следы органики. От нее потом отвязается большой кусок точной массы 259. И мы выйдем в этой массе 259, принимая, компьютерная программа принимает эту массу, за массу фермия. Вот. Точно так же. Как работает программа, опять я не знаю. Вот, например, каким образом она различает 209-й от 209-й свинец свинец, да? Свинец. А 209-го по Луне. Вот те протоколы, которых я видел, там свинца 29-го мало, а по Луне 209-го много. Опять как? Тоже вот каких-то из таких соображений, из этого алгоритма. И этот алгоритм как работает, просто не знаю. Здесь нужен специалист, кто с этим вопросом сталкивался. Но я-то думаю, что нет ни того, ни другого. То есть моя позиция. Моя позиция прямо противоположная. Я-то думаю, что здесь просто есть следы вот этой одной, как какой-то сложной органической молекулы. То есть аргон ее развалил на куски, ее куски где-то здесь плавают. Что наводит меня на такую мысль. Потому что если мы большую аргону развалим, то у нас будут все с совокупностью. И 209, и 210, и 211, и 215, и что-либо еще. Она нестабильна, она обладает определенного рода периодом тоже плавораспада. Вот эта самая органика, я вот так думаю, определенного рода. Ее, она колеблется со временем. Именно и отсюда приходит то, что они делают вверху, там есть аномальный период первого распада. Но это плавораспад не ядерный. Это плавораспад молекулярных соединений. В определенного рода расстроен. В том числе при работе с ним вот этих самых молекул. Оно с ними тоже как-то работает. С ними чего-то делает. Для чего вот такое вот вещество ему нужно? Защищается от сверхнеблагоприятных факторов окружающей среды. Вот это мое, значит, значит, мое утверждение. Теперь проверим метод, то у нас всего один. Поэтому доверять мы как бы одному методу не можем. Вот кто-то в комментариях написал, что экстремальные выводы требуют экстремального подтверждения. Это так. Поэтому говорить, что у нас есть два протокола, а оба разгонно-индуктивно связанные с плазмой на квадропольном масс-спектрометре это как бы нам недостаточно. Вот напомню опять, значит, ситуацию. Как Курашов приходит к представлению того, что у него там антивещество. Берется 32. 32. Это сера. Взяли, рентгенно-флюоресетный метод на него посвятили. Что такое рентгенно-флюоресетный метод? Вот у нас есть атом, бабац, 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 мы в него рентгеном хоп, он чего-то какой-то электрон оттуда выпал. И тут у тебя происходит каскад реакций. Каждая реакция сопровождается определенного рода переходом от мягкого рентгена даже до видимого спектра синего цвета. Допустим. Ну вот, такова, значит, у него картинка. Рентгенно-флюоресетный метод. И вот он на него смотрит, а здесь не сера. Здесь не сера, блин. Здесь не сера. Тогда Кулашов говорит, это у нас антивещество. Но это не антивещество, это показывает, что то, что ты масклетронность здесь померил, совсем не сера. Будет это металитронный удар, я бы сказал, что здесь все два. Кислород, допустим. Или какая-нибудь органика там. С, О, допустим. И чего там. H3, допустим. Вот что-то в этом духе. Вот что-нибудь в таком духе у нас было. Здесь 12, 16, H3, ну можно H5, то есть можно какой-нибудь там. Ну и как-то изменить вот это дело. Вот, я бы сказал, я бы сказал. Вот, такова наша истина. Но у нас, поскольку метод другой, аргонный, да, то скорее всего здесь что-то, какой-то другой кусок. Но я тоже настаиваю, что это как какой-то остатки от органического соединения. Я вот так предполагаю. Поэтому я как бы делаю определенного рода вывод. Все, что меня подсказывает на это, оказывается, что метод аргонной индуктивной, маскальтероскопии в аргонной индуктивно связанной плазме вот эту тяжелую органику не разбивает до конца. Не разбивает до конца. Все говорит именно об этом. Поэтому нет никакого антивещества. Нет никаких этих, значит, у нас трансурановых элементов. Ничего вот этого нет. А есть всего лишь следы органики от действия микроорганизмов, экстремофилов, так называемых. Мы помним экстремофилов, которых я уже разбирал. Ниты медведка и водяной медведь, так называемый. Которые выживают в открытом космосе, которые подвергаются сверхвысоким дозам облучения, которые после этого возвращаются на Землю из космоса и приспокойно существуют. Как биологи это объясняют? А биологи это объясняют тем способом, что те привыкли к постоянному высыханию. Привыкли к их выработали такие свойства, позволяющие противопоставить вообще всему. Так вот те колонии бактерий, которые Тамара Владимировна вывела, по всей видимости, они еще не то могут, что водяной медведь. Они живут при субстратки питательных веществ. Они во всем этом выживают. И от этого они вынуждены как-то защищаться. И поэтому надо искать здесь в первую очередь какую-то сверхстойкую органику, достаточно сложную. И все, что мы имеем в конце, значит, это всего лишь то, что мы имеем в конце. Это всего, что мы имеем органическую химию, а ни в коем случае не ядерную физику. Что я еще хочу заметить по этому поводу? Из таких моих наблюдений. Вот Виктор говорит, что нам субстрат не важен. Субстрат не важен. Мы можем известку со стены поскоблить, и мы получим то же самое. Из него получим и золото, и платину, и вот этот, и свинец, и палладий, и ферми, и так далее. Но все-таки вот господин профессор там задавал вопрос. Есть закон сохранения энергии. Вы из тарелки и известки, которая попала, вы, конечно, получите ферми, можете постараться. Только согласно закону сохранения энергии вам примерно потребуется на это месячная работа всех электростанций России. Представьте себе. Почему, откуда это возникает? Была какую-то тряпочку. Значит, графики. Вот они уже не видать. График, график, вот он какой-то здесь, графики. Напомню, вот этот фундаментальный график для изотопов. Фундаментальный график не придется написать, потому что ни один маркер не пишет уже. Вот зеленый, видно или нет? Вот он такой примерно, да? Эта энергия на один нуклон. Вот здесь железо. Тут, конечно, зубчики всякие, вот здесь налитий пик, там и так далее. Что это? Что он показывает эта штука? Что вы до железа, вам выгоднее заниматься синтезом. Вы синтезировали чего-то, у вас энергия выделилась дополнительная. Когда мы работаем трансуроновым элементом, там выгоднее распадаться. Поэтому урановые электростанции работают на том, что уран распадается. И вам здесь как бы так нужно на самом деле сюда, чтобы получить трансуроновый элемент, добавить энергию. Виктор совершенно правильно заимещает, что примерно полтора килограмма актиноидов, актинидов, да? Это все мировое потребление энергии мира. Только для того, чтобы получить эти полтора килограмма актинидов каким-то образом, тебе тоже надо каким-то образом сюда всю эту мировую энергию закачать. Либо придумать какой-то физический процесс, там вакуум, нефакуум, я гораздо больше проверил в том, что у нас здесь есть органическая химия, а не ядерная физика. Вот. При том, что самое главное обидно при всем при этом результате. То есть у нас картинка, она очень напоминает ситуацию в пресс-конференции флешмана Японса. Что сделали флешманы Японс? Они, по сути, открыли новый вид реакций, занимающие промежуточное положение между ядерными реакциями и реакциями химическими. Вот. Но объяснили с самого начала. Это неправильно. Они сказали, что у нас происходит термоядерная реакция внутри. То есть у нас два атома диетерия сливаются и образуется у нас атом либо гелия, либо тридия, что-либо еще. И физики тут же сказали, почему вы живы до сих пор. У вас при вашем тепловыделении должно быть такой поток нейтронов, что вы выжить и у вас не было никакого шанса. Значит, лимитерный поток нейтронов выяснил, что он чрезвычайно слабый. То есть выделение энергии ни в коем случае не соответствует. И выяснил, что при протии тоже выделение энергии это ни в коем случае тоже происходит, более слабое только. Но там уже нет никакого, конечно, нейтронного излучения. Чем это кончилось? Очень печально. Например, Понс вынужден был покинуть Америку, бросить работу и так далее. А на самом деле они выполнили достаточно важную работу, которую, не будучи физиками и профессионалами, они неправильно интерпретировали. Я полагаю, что мы здесь имеем нечто похожее. Я вполне допускаю, что так называемое замедление времени или что-либо там, или антигравитационные эффекты имеют место быть среди их этого среди возле их реактора. Ну, я как Фома неверующий, не верю, пока пальцы не уложу. Я был двое суток в Казани вложить пальцы, то есть увидеть лабораторию с всеми эти эффектами. Мне не удалось. Поэтому, как бы, моя рабочая гипотеза состоит, что пока нельзя брать в рассмотрение и доверять им как бы ни в коем случае не стоит. Вот. Теперь Тамара Владимировна говорит, что на самом деле излучение альфа-частиц и бета-распад и самое главное излучение нейтронов у них наблюдается. Я вполне допускаю, что среди этого всего зоопарка и цирка есть и определенного рода ядерные реакции. Это было важно. Но их надо вычислить. Их надо доказать. Я готов, значит, полностью сказать, что я был неправ. Для меня вот подобного рода предоставленных данных совершенно образом недостаточно. Что я могу предложить? Хотя я понимаю стремность своего предложения. Ну, лучший метод, который здесь я могу предложить, это нейтронно-активационный. в том, что берется образец и облучается нейтронами тепловыми отзыва какого-то реактора. В результате все ядра, которые там находятся, переходят в возбужденное состояние. Через некоторое время они из этого возбужденного состояния падают внутрь. Когда они падают, они излучают гамму. Эта гамма, как при рентгенов флюоресцентном методе, только порядок, конечно, на энергии совсем другой, она имеет совершенно строгий характер. И мы сразу же можем поднять, что у нас за ядро. Вполне возможно, работает и моя гипотеза о том, что там есть некоторые ядра, скажем так, нетипичные, которые до этого были неизвестны, быть может. То в том случае мы увидим вот эти непонятные загадочные гамма-всплески. Причем стремность моего предложения. Потому что Виктор и Тамара Владимировна и так очень много средств и сил потратили на доказательство того, что у них есть. Это требует большого количества денег. Большого количества денег. И было бы очень важно, если бы кто-то из уважаемой казанской профессуры, не обязательно располагая этой суммы, имея, подключив собственные связи, подключив в определенную роду свой статус, мог поспособствовать проведению целого ряда дополнительных исследований. Я не думаю, что Виктор от них по большому счету откажется, особенно после тех слов, которых сказал я. Вот. Таков, значит, мой расклад. То есть, я говорю, что мы на самом деле, по всей видимости, не имеем никаких трансурановых элементов, никакого антивещества. Но антивещества мы бы заметили, господа. У нас серо, если бы она анниглировала в классическом смысле, это значит, что у нас летит? Это у нас гамма 32 гигаэлектронвольт, а вы представляете, что в центре Казани гамма 32 гигаэлектронвольт. Да там вообще бы ничего живого не было при такой-то гамме. Но ее нету. Поэтому как бы рентгенофлюоруссантный метод, я здесь наставил, нам говорит не о веществе, а о том, что у нас эти два метода между собой плохо сопряжены. И по всей видимости здесь как раз точный метод это рентгенофлюоруссантный, а масс-спектрометр это метод примитивный, неточный и непоследовательный. О чем по большому счету ты, господа, и написали? Почему они с этим никогда не сталкивались? А потому что они работают с низкой органикой. С нефтью, с газом. Никто, повторяю еще, в чем особенность, с этой стойкой органикой, которая происходит от метаболизма микроорганизмов экстремофилов по большому счету не делали. И здесь, на краях исследовательского поля алгоритмы вот эти своеобразные, которые вшиты в масс-спектрометр, они не работают. Ну вот я вот так полагаю. Вот. Поэтому как бы вот мой вывод. Да, мы имеем с интересной новой наукой, мы имеем дело по всей видимости с некой пограничной деятельностью. Но тем не менее, я полагаю, что ядерной физики, то есть изотопов, фемер, розенфорди, всего прочего, полония-299, свинца-299, мы не имеем, а имеем всего лишь дело с органикой, распадающейся таким странным образом, то есть не до конца. В аргонной, индуктивно связанной плазме. Все, Вова, у тебя есть вопросы? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова